Однажды рядом с пророком, салаллаху, алейхи вассаляма, проходил какой-то осел, и у него было заклеймировано его лицо, то есть прижженное клеймо, как вот берут же железку, накаляют его так на лицо, прямо на лицо, яфуру минхару миндам, и только-только свежие раны. Из-за этого, из его назре этого осла, кровь текла. Факали набию, салаллаху, прямо вот струя крови. Факали, Расул Аллаху, салаллаху, алейхи вассалям, пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, ля аналлаху, манфа аляхаза. Да проклянет Аллах того, кто делает подобное. Потом пророк, салаллаху, алейхи вассалям, запретил ставить клеймо на лицо, то есть прижигать лицо, и запретил бить по лицу. Братья, нельзя бить осла по лицу. Нельзя бить осла по лицу. А что говорить об ударе человеку? И поэтому в этом опровержении всем вот этим вот братьям, которые Баракалауфикум, занимаются такими видами спорта, в котором есть, то есть единоборство, в которых есть удары по лицу. Будь это бокс, будь это карате, будь это какие-то бои без правил, тэквондо и тому подобное. То есть, все, в чем есть удар по лицу, все это является харамом и является грехом. Тот, кто зарабатывает на этом, тот пожирает сухт, тот пожирает харам. Пророк, салаллаху, мы с вами хадис брали, что тот человек, который зарабатывает на харамах, питается этим харамом, то мясо, которое выросло на этом хараме, мы знаем же, что человеческое тело же продуктами питания поддерживается, это мясо обязательно зайдет куда? В ад, сказал пророк, салаллаху, алейхи вассалям. Некоторые люди поступают, как Бану Исраиль. Всевышний Аллах, Субхану Аталия, братья, запретил Бану Исраиль кушать внутренний жир животных. Вот, давай же, мы режем скотину и внутренний жир на желудке, на кишке. И вот Всевышний Господь, Субхану Аталия, запретил. Что они сделали? Они продали этот жир, то есть, сами его не ели, заработали на этом деньги, а потом на эти деньги покупали себе что? Халяльные продукты. Вот так же и в наше время в Ара-Кулуфикум человек идет, зарабатывает на побивании морду другим людям кучу денег, потом идет, открывает себе что? Столовую, какие-то рестораны, кафе, книжные магазины, магазины одежды и так далее. И говорит, мой заработок халяль. Аллах, Субхану Аталия, проклял иудеев за их поступок. Аллах проклял иудеев за то, что они продавали то, что им было харамом, и потом на это покупали себе халяльные. И как точно так же получается, что тот человек, который зарабатывает себе таким образом, а потом эти деньги пускает в оборот, осознанно, зная это делать, этот человек, как иудей, проклят. Этот человек, как иудей, проклят, добережет Всевышний Аллах, Субхану Аталия, нас от подобного Аллаху Али. Какой-то человек может задать вопрос, брат, а если человек до ислама зарабатывал на хараме, а потом эти деньги Бара-Кулуфикум пустил в какой-то халяльный бизнес, что ему делать? Правило гласит Бара-Кулуфикум о том, что Али-Исламу Яджубу Макабля. Ислам прощает все, что было до него. А если же человек в исламе Бара-Кулуфикум этим занимался и понимал, что то, что он делает, это харам и заработок его харам, Бара-Кулуфикум, то ученым из Ля-Жнадайма задали вопрос. Один человек Бара-Кулуфикум задал вопрос, сказал, что я зарабатывал на боксе, я зарабатывал на боксе и у меня скопилось состояние, что мне делать? Ученые скажут, что ты должен избавиться от всего этого своего состояния. Единственное, что оставь себе, чтобы поддерживать свою жизнь, то есть, чтобы ты не ходил, не попрошайничал. Оставь себе столько, чтобы ты не ходил, то есть, чтобы тебе было, как говорится, штаны купить одеть, чтобы тебе было кусок хлеба купить и все. И потом найди себе другой какой-то бизнес. Бара-Кулуфикум. Поэтому, если это было до ислама и так далее, мы знаем, что сахабы, многие, кто приняли ислам, и у них до ислама был запретный заработок и так далее и тому подобное, пророк Саусам никому не сказал от этого, что избавляться. Если у него что-то на руках было запретное, как, допустим, у кого-то со времен джигали осталось вино и так далее и тому подобное, он от него избавился. Вот точно так же, если у тебя есть зал по боксу или же, например, по боям без правил, туда-сюда и так далее и тому подобное, то есть ты не имеешь права, или у тебя есть музыкальные инструменты и так далее, ты не имеешь права, придя в ислам, сказать, ой, я это кому-нибудь продам, это запретным является Аллаху Алим. Также часто люди задают вопрос, говорят, брат, а каково положение смотреть такие ролики? То есть каково положение смотреть такие ролики? Бои без правил, допустим, там или же бокс, или же карате и так далее и тому подобное. Пророк Сааллаху Алейхи Ассаляма ответил на этот вопрос, сказав, тот, кто видит из вас порицаемое, пусть исправит это рукой. То есть ты, Барак, Лауфикум, у тебя в телефоне вылезло, что бои без правил. Исправь рукой, отключи. Так или не так? Отключи. Или ты зашел домой и где-то, например, скажем, или куда-то, где, например, включили бои без правил, возьми, переключи на другой канал. Если не может, то пусть исправит языком. То есть ты же шел к кому-то домой, к какому-то брату, и то скажешь, брат, скажи, это харам на это смотреть. Брат, на это харам смотреть. Поэтому, особенно в этих боях без правил и так далее, там Барак, Лауфикум. Мало того, что харам, люди друг другу морду бьют. Там ходят, братья, голые женщины. Там реклама брата алкоголя и так далее и тому подобное. Там обольщение неверующими людьми. Потом люди, которые молодые, особенно смотрят, уподавляются куфарам и так далее и тому подобное. Поэтому ты должен сказать, если это, то есть ты не можешь изменить рукой, сказать, что что, отключи это, это нельзя. Подобное харам смотреть и так далее и тому подобное. Последнее, что Проксал сам сказал, что если не может другую языком, тогда пусть исправит это сердцем. То есть порицает своим сердцем, порицает своим сердцем. И навряд ли Барак, Лауфикум, человек будет стать третьим. Эти говорить, я вас ненавижу, я вас порицаю, и при этом будет продолжать смотреть. Признак того, что он, братья, поражает сердцем. Ну, допустим, каким образом? Ты сидишь, Барак, Лауфикум, в какое-то место попал, не можешь оттуда выйти, а там, например, смотреть. Не можешь сказать, не можешь рассказать. То есть, если ты будешь сердцем порицать, то ты не будешь на это смотреть. Правильно? Аллаху алим.